приветствую всех с вами холдым и мы продолжаем проходить игру тани бани другая история зайчик и другая история продолжаем погружаться по пути конечно полина продолжаем эти полины скорее всего я его один и оставлю потому что другой путь карина карина получается если еще опять не путаю или катить фото карины блин вот я уже уже флешбеки от отчет для бензборн уже счета в голову лезут продолжим меня проходить полина оставшийся путь я оставлю так кого заснял уже кто вообще кто бы то ни было да и к тому же будет зависеть конечной серии когда полностью пройдем посмотрим более или менее на просмотре если нормально будет в общем то ладно запишу еще прохождение другого пути но если так то оставим все на таком уровне на котором он и остался ну что ж вперед желаю вам приятного просмотра всем приятного аппетита кто пьет и кушает у меня вот кофе и чик рядом с тобой давайте погружаться в эту приятную историю ему зимой конечно было бы много поприять такую зимнюю историю уставшая от беготни я вернулся домой предыдущую серию кстати гляньте на тому же этому подскажечка выскочила пока я болтал там была отличная история о том как мы хорошенько погуляли с кариной с кариной мы погуляли и небольшая перепалочка с катей с катей у нас была закрыв дверь я снял куртку а свои ботинки аккуратно поставил в ряд с остальными заглянув на кухню я услышал разговор ради ничего ты толком и не поняла карина а кстати знаете вот так вот нормально давать ладно я поставлю чуть поменьше потому что мой голос и так прям крайне громкий пипец какой так что я думаю меня не сильно заглушать так что ладно интересно чего маним это я ничего не поняла всю жизнь себя умным передо мной выставляла как проебался так сразу ты ничего не поняла карина крови моя мама материться буквально к меня под услышанную я уронил рюкзак на пол а мой испугавшись заметил меня антон тебя учили не подслушивать а вас не учил вас учили не материться это что такое привет антошка блин папа не поделся ты это не обращай внимание взрослые могут иногда пару лишних словечек выкинуть полет и тут тебе петров пары лишних не хватит мама обошла меня и поднялась наверх а задача на этим случаем я задал вопрос по что вообще происходит тяжкая ситуация у нас сейчас антон я тут тебе сказать кое-что хотел в общем если я уеду куда-то надолго то ты не пугайся так нужно для нашего семейного будущего а пока я буду отсутствовать будь сильным сын защищай наших девочек всеми силами это слышал я тазмыт я тазна и это знаю о том что у них что куда-то хочешь уехать я знаю что у них там проблемы с криминалом и чё-то этот уезд очень и вообще честно говоря в этом моде папу оказывают куда больше честно говоря он меня самого начала игры самый первого раза когда начали играть мне сразу показалось что он как говорится хоть вина на нем довольно большая из-за всех проблем но серьезно человек он реально неплохо скажем в командировку и если ты будешь сильным до того момента когда я приеду то ты получишь новую приставку сяга ай дружище я раскрыл рот от удивления эх дружище ты знаешь как подкупить ребенка сега с двумя джойстиками соли на пару рубиться будете нет это не может быть правдой давай антошка топай наверх и не разболтай сестре раньше времени блин против рюкзак я быстро поднялся в свою комнату рэпс к вот это да ты настолько крут буду что сам ромка со мной бегать за мной бегать начнет мои руки тряслись от радость главное не разболтать сестре и маме думаю знать об этом тоже пока не стоит представляю какой от радости кричать будет что у нас приставка новая а я так как буду моей радости не было предел целый мир видеоигр я буду играть в соника мешая строить коварные планы злодею век мортал комбат 3 от алтимы ура даже представить не могу что я в мк рубиться буду иди сюда сказав фирменную фразу одного из бойцов игры я протянул вперед она получи по роже и я имитировал движение своих любимых персонажей хорошо вжившись в жившись в роль заливаясь жаром и потом от таких энергии энергозатратных приемов я сел на кровать жаль что я не великий турнирный воин а всего лишь простой школьник но отчаиваться не стоит может этим еще гладиатором стану я потянулся гладиатор в домашку садится пара глава 4 аромат ежевики интересно на удивление утром я проснулся в хорошем расположении духа став с кровати я ощутил невероятную легкость во всем теле ужасы и усталость поседневных дней испарились оставив после себя лишь размытые воспоминания для чего же прекрасное утро субботы потянувшись я посмотрел в окно прямой челес который все это время давил своей таинственностью после очередного снегопада превратился в сказочного сказочного белого зверька свежий снег при свете солнца красиво блестел и переливался зима еще явно хотела царствовать в этом мире и показывать себя во всей красе что ж мне это отлично получается от этой квартиры ожидаем от этой картины ожидающие ожидания грядущего и большого праздника в школе только усиливать а должен ясно галерея достижения скажи расскажите полине про алис вода это наше достижение вода ореха на проиграйте в крестике нолики и тут дальше по чесноку на дальше выиграть исправить как им также расправить верните амулет а линии так далее достижение которым она получать действительно никогда не подумал что буду рад приехал по ходу в школу хотя же не занятия хотя я не я же не на занятии иду ты и вдобавок меня попросить схватив одежду я переоделся и согреваемость светлыми чувствами хорошим настроением спустился вниз по обыкновению торопиться мне сегодня не было нужно поэтому я решил без спешки сделать себе чай а в качестве завтрака приготовил три толстых бутерброда с маслом и колбасой когда все было готово я принялся с удовольствием и вместе с этим разглядывать кружевные узоры эти забавные творения зимы завивались словно серпантин и игриво накатывались друг на друга волк а где-то они превращались пушистые ветки ветви ел и сплетались друг с другом возле пустил сказка я продолжал разглядывать иголок и серпантин серпантин кого-то заметил бар свет был неясен и чем больше я в него всматривался тем больше он ускользал от взор до пив остатки черного чая я помню посуду и стал собираться жаль блин а и надо было посмотреть может быть я подчет разглядел ну да ладно но если там хотеть можете язык поглядеть может кажется наверное это был один из немногих моих завтра когда я по настоящему еды они просто осознавал что что-то сыги достался батареи высохшие стёк стельки и варежки я наступившее утро казалось обычно но на душе у меня было так легко и приятно что от радости я схватил голыми руками горсть снега и подкинул свобода только как я только так я мог описать свои чувства наконец-то свобода нет и рюкзака не угнетающего нежелания куда-то я ничем не обременю какое прекрасное чувство свобода меня словно кто-то снял тяжелый груз который дикатил меня все это время не знаю почему такое сейчас со мной происходит я щас помчавшись до школы за на одном дыхании я стал проходить главному входу и уже там у самой двери я встретил того кем скорее всего вдохновлялся вдохновлялся мороз рисуя свои волшебные картины на моем стекле милую девочку с горя я сговоря сговорящей фамилии мороза привет антон полина помахав помахала рукой улыбнулась привет полин скажи день сегодня просто замечательный ты так думаешь без энтузиазма спросила ахо снял замерзшие очки чтобы протереть я спросил а ты чего тут стоишь по минус панах наклонилась и посмотрела через мою плечо я медленно обернулся прямо за моей спиной стояла к если ты петров умеешь сквозь двери проходить то пожалуйста валяй ой понятно почему не настроение нулевое теперь понятно хотя достала ключи несколько раз провернула его в замочный скважин сразу настроение испортилось мы зашли в школу я тут подумала полина что-то начала говорить но катя холодно оборвала и не да мне не интересно интересно вот интересно так получается и получается не нравится что она прямо одна по-настоящему сама ведет себя но реально как-то странно по факту сама не отталкиваешь ну ладно если с полиной у нее какие-то терки говорится это женское дело но если уж тебе даже ну а что на познакомиться зачем ты всячески пытаешься его оттолкнуть забирать может быть такой у нее катякин вид 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 общение сняв корткой из мини пол обувь я увидел что полина стояла красивым шерстяном свитере в полос когда мы с катей традиционно когда мы с катей традиции школьные формы не изменяли ух ты тебе идиот спасибо антон мне он тоже нравится это мне дальние родственники из города где-то полгода назад прислали приятно новый наряд он еще моим кати что-то попугнилась я даже не услышал такое соперничество после раздалось недовольные фыркой давайте без ваших этих просто приступим к работе где мы возьмем украшение катя посмотрел на меня так словно я спросил у нее какой сейчас украшение всегда в актовом зале хранились впрочем их недавно перенесли в класс музыки на время как раз пойдешь со мной все перенесешь тебя ведь петров учили девочкам помогать хоть последняя фраза и была сказана с невероятным упреком маят лица катя появилась нехидная но отнюдь не злорадная улыбка видимо она просто хотелось попросить о помощи но как всегда сделал это в своей манере ладно встречаемся тогда здесь же а ты с нами не пойдешь удивленно спросил я волнуйся антош я заберу кое-что из актового зала и вернусь можешь не торопиться полиночка а то ты слишком много где успеваешь полина ничего не ответить не ответив молча уж а я с кати направился класс повернув ключ мы зашли и сразу входа наша глупо глупо глубоко уважаемая староста указала на несколько больших коробок которые мне предстояло нести мне поможешь с надеждой сказал я все равно ожидая отрицательного ответа да 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 конечно я помогу тебе мы подошли к большой коробке и когда я стал поднимать катя неожиданно раскрыла ее и достала пару тонких цветных ленок прости петров но это все что я могу унести ладно и если она делает это как и ехидную шутку ладно это защита но я недовольно посмотрел на катю но а только по лисе 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 нам улыбнул чувствую помощи и от тебя никакой не дождусь катя развела рука но затем ее улыбка сменилась на более человеческую итог она посмотрела на меня и кивнула головой сторону соседней коробки дождем а так и давай просто хотелось сделать нормальный скриншот хотела сделать нормальный скриншот берем пусть будет неплохой это максимум что я могу нести из твоей коробки а вон там лежат плакаты и рисунки думаю они потяжелее будут мгновенно моё недовольство словно стул как я говорил она просто немножко так потру не реально неплохо человек она возможно неплохой вот катя никогда не поймешь что у нее на уме вместе мы подняли мы подняли и понесли тяжелую коробку наполненную рисункой остальные оказались действительно не такими не такие тяжелые и я один быстро их перетаскал когда все приготовление были завершены подошла и поле руках у нее была кассета и старые запертый затертый портативный магнитофон хорошая идея полин под музыку работать точно будет веселее согласно тоже думаю нам стоит задать ритм хотя снова что-то очень тихо сказал но долго вы еще будете разглагольствовать давайте уже приступим полина установила кассету в приемник мы принялись за работу ранее мне никогда не приходилось украшать школу и вначале я даже не знал с чего начать но затем работа пошла в гору и если честно дело это весьма интересное и даже сказать захват даже сказать захватывающий спустя время коридор серый и однотон начал его преображаться становясь ярким и красочным вместе с коридором менялись и окна стоя ногами на карте словно символизируя победу над властью школьных запретов и правил мы с саполиной вешали на них вьючийся лент разноцветных серпантин и картин карт картонные елочки время от времени мы приглядывали переглядывались и с улыбками из улыбки ничего не говоря продолжали как-то подождите не прочел наряжаться так продолжалось до тех пор пока news пока я не слез и не отвернулся тогда не серия времени полина схватила коробку и перевернув ее с ног до головы усыпала меня муж корой и тоже кстати тоже кадр неплохой кстати not bad тоже давай копилочку копилочку с днем детского творчества блин мило прям реально я обожаю зимнюю атмосферу на парян извиняюсь от превьюшки сделать а может как рис это пригодится я даже не успел опомниться как коридор наполнился смех однако катя не смеялась стоя по отдали от нас с грустным потерянным она закрыла стены свет облупившийся краской плакатами картин она закрывала стены с облупившийся краской плакатами картин глядя на все это я подумал я думал красотища наверное если бы эта школа встретила меня такой красочной атмосферой изначально и желание ходить не у меня было бы гораздо больше финальным финальным аккордом нашего творческого порыва стали длинные транспаранты с торжественной надписью с днем детского творчества пока мы с полиной их натягивали страсть еле удержаться напарник катя стояла внизу и издевательски повторял криво еще кривее морозова да потяни ты на себя петров ты что делаешь все заново давайте товарищ бригадир но скорее транспорт но вскоре транспаранты все же заняли свои места и большая часть рисунков и серпантин тоже была издрачена я наконец-то смог спокойно и с гордостью выдох надо бы немного попить и остатки дождя с волос снять не помешает я направился в сторону столовой и проходя мимо расписание увидела что фотографии пропавших детей были сняты и заменены на детские рисунки возможно это верно ну на время до их лица и так все знали а сейчас не очень хотелось чтобы этот грустный вид портил остальные картин остальным картину школ которая за последние пару часов артинами да говорится во время праздник хоть очень конечно жаль что пропали но интересно что дальше я вот все жду этой версии 3.0 или вообще финальной версии выпив холодной воды из-под крана и умывшись я стал возвращаться обратно и готовит и готовясь свернуть коридором вдруг услышал разговор полина с катей разговаривали очень тихо но их голоса звучали крайне раздражительно еще в начале дня я заметил что они ведут себя как-то странно друг с другом но не придал этому значение может попытаться понять что происходит я вышел из-за угла странно что он такой ненаблюдательный вот честно не переходи рубикон катя странно что он так по но не наблюдательно обошелся точнее он заметил это но я бы я бы все равно насторожился все таки ну как хотя бы слушал внимательно потому что вдруг можно будет вот сейчас отсылочка на рубикон почему бы не поступить как товарищи юлий цезарь который постоянно всех пытался мире чё бы его роль не сыграть и не померите в этот момент они обе меня заметили хотя сразу развернулась и стремилась я задачу на плакат который катя держала в руки почему тебе не нравится вполне себе красивый рисунок красивый это ты называешь красивым да когда мел с доски стирают это мазня лучше смотрится чем вот это и что у него с цветом почему здесь все синие как захотели так и нарисовали сдержанно но с нотками недовольство сказала поле кажись это ее рисунок катя холодно обдала ее взглядом и сквозь зубы прошипел пожалуйста полиночка антоша она снова обратила внимание на меня и как ничем не бывало продолжили же у нас художник можешь их всех перерисовать и сделать зелеными я посмотрел на оставшуюся стопку плакатов стоящую закате и ужас ужаснувшись количеству только из любопытства решил поинтересоваться почему именно в зеленый потому что но тут полина не выдержала и выкрик потому что под цвет глаз этой эгоистки на лице кати вспыхнула ярко выражен вспыхнул ярко выраженный гнев а это я эгоистка какая же ты сволочь морозова ты ты отняла у меня все а сейчас а сейчас ты ты просто в этот момент на ее лице восстанавливаешь как же вы меня все бесите заканчивайте сами она швырнула плакат в сторону полины и закрыться руками быстро побежала по коридору хоть и куда оставь меня в покое петров оставь тебе есть с кем поговорить сквозь слезы прокричала катя на весь коридор что это с ним ох антоша давай просто забудем об этом полина тяжело вдохнем со мной помощь нужна кое с чем думаю тут кстати крайне хорошее место чтобы закончить просто хорошее место тут и закончим потому что честно скажу под серьезно даже если как говорится у него как говорится как говорится кска с полиной отношения хорошие но катя до своеобразные но я бы не стал бы ее бросать и последовал бы за ней даже несмотря на ее крики лично я там чтобы блин может быть альтруиста блин попытался узнать что такое происходит потому что счета мне кажется что вот подобный вот зацикленность на свое на одном на своем всем может говорить часто приводит крайне плохим последствиям я говорится имел очень много опыта в подобном и из такого человека видишь и особенно он говорит свой знакомый даже если он тебе не прям друг ну просто отпуска оставлять его в таком состоянии не очень хорошо ладно мне тоже говорится мое личное им ху да и к тому же возможно я поступил бы иначе как говорится все мы на словах львы и толстые а на самом деле я мог бы говорится поступить иначе кто знает ладно надеюсь вам понравилось понравилось новое новая серия зайчика также именно чисток обмолвить что я увидел огромный огромный ажиотаж ажиотаж под видео про хуйку прям очень большой так что теперь будет выходить побольше я думаю запущу еще пару прохождений это не означает что новеллы не будут выходить просто я так скажем будет выходить больше койки потому что по раз еще лет выход одной или двух серий не так интерес мне уже есть интересный вариант который мало кто пробовал думаю вам понравится том же формате может быть в том же формате есть той же длительность потому что прям очень все хорошо прям прям по активности все зашибись так что надеюсь вам понравится пишите комментарии предлагайте опять игры для прохождения предлагаете предлагайте новеллы потому что мой и конечно спектр у меня довольно большой список но если вы знаете какие-то интересные варианты предлагать потому что говорится много новеллок не бывает и кто знает возможно часть из того что я нашел она может мне просто не понравится и я не стану в них играть какое-то тоже может быть и кстати и также ждем выхода новые нормальные версии кризиса в кремле как только он выйдет мы начнем не выиграть и я попытаюсь повторить тот же сценарий с перестройкой гг чп почему именно из реально извиняюсь за то что она ее забросил но извините просто мне не хочется долбить потому что там по факту я посмотрел очень много информации там по факту надо долбиться и постоянно менять 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 все менять и менять то что ты будешь балансировать буквально на грани пропасти а это уже будет не удовольствие буквально просто поджиг пукана я пипец пипец как страдали когда пытались и россию украину так еще и россию спасти точнее сам советский союз в целом пережить всю холодную войну сколько времени потратил это пипец с перестройкой с тому подобным это еще будет сложнее так что такие уж дела заглядьте в описании там будет ссылочка на мой дискорд сервер и на рутуб заглядывайте просто чтоб сохранить связь и на дискорд подписывайтесь возможно именно и надо будет и навыка и скину ссылочку подписывать хоть он хоть я там активничаю редко я там редко актив вот что просто не потеряться вдруг что произойдет и жмите на кнопочку подписаться на колокольчик такое а новых видео знаете пополните нашу большую на все такую же крепкую семью и сами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся товарищи